Всем привет, мои дорогие друзья. Это мой очередной подкаст, с которым бы хотел с вами поделиться некоторыми очень приятными для меня новостями, рассказать вам о том, что вас ждет на канале, ну а также пообщаться с вами, пускай и не в режиме реального времени. Собственно, давайте начнем. Первым пунктом у меня по традиции является новость о количестве подписчиков. Вас, мои дорогие друзья, уже свыше 800. Так еще и к этому знаменательному событию привязалось еще одно. На канале сейчас свыше 100 тысяч просмотров моих видео. Это просто безумно меня радует, серьезно, спасибо вам огромное. Но, тем не менее, и есть чему огорчаться на самом-то деле. Ну, по крайней мере, мне. Суть в том, что новые подписчики не всегда знают о том, что есть у меня на канале. То есть, что уже было записано давным-давно или что сейчас появляется, это немного странно лично для меня. Поэтому специально для них я сейчас разместил на экране все прохождения, которые у меня есть на канале. Надеюсь, что вы найдете для себя что-то интересное. Кстати, хотелось бы отметить вот этого товарища. Экинер 98. Ты сделал мой день. Я давно так не улыбался. Спасибо тебе большое. Ну, и, конечно же, я ни в коем случае не забыл о своих старых и верных подписчиков, которые со мной. Некоторые даже еще из первых десятков, которые подписывались на мой канал. Один из них, в принципе, его можно назвать на самом деле ветераном моего канала. Это Дима Кулин. Ты, в принципе, самого-самого, так скажем, зарождения моего канала со мной. Ну, почти самого зарождения. И на протяжении всех этих месяцев продолжаешь меня поддерживать. Спасибо тебе огромное за адекватную критику, предложения по каналу. Ну, и за подарки, конечно же. Тебе огромное спасибо. В общем, спасибо на самом деле, что вот такие, как ты, люди существуют в мире. Еще раз тебе спасибо. Ну, и не только конкретным людям. Спасибо вообще всем за поддержку и за то, что все это время вы со мной. Ну, а жизнь наша продолжается. Остался один месяц лета, который, к сожалению, не радует нас погодой. Я, кстати говоря, меняю работу. Занятость будет выше, поэтому осенью, в связи с учебой, это дело может повлиять на количество роликов или на графиках выхода. Но, тем не менее, я постараюсь подогнать свое расписание для этого, ведь столько планов еще на каналы, вы просто не представляете. Но, обо всем по порядку. Собственно, заканчивается прохождение серии игр Alan Wake. Игра мне безумно понравилась, хоть в ней, конечно, есть недочеты, но, тем не менее, она действительно достойна похвалы. А недочеты, это так, чисто механика, это не столь интересно, на самом-то деле. Следом за Alan Wake вы увидите кооперативное прохождение Resident Evil 5. Надеюсь, оно вам понравится. Помимо этого, мы продолжаем проходить Ведьмака и Deus Ex Human Revolution. А также, на неделе собираюсь доснять и первый кооператив на канале. То как-то нехорошо его держать незавершенно. Кто-то не догадался, я про Portal 2. Но, кроме всего ранее перечисленного, хочется сказать, что я пока точно не определился, что буду проходить параллельно с Resident Evil 5 и после него. Предлагайте. Абсолютно любая игра может стать с основным прохождением на нашем канале. Если вы, опять-таки, как и с предыдущим подкастом, ничего не предложите, ну, придется самому что-нибудь выбирать. Это, в принципе, несложно. Много игр у меня, так скажем, на очереди, которые бы я хотел вам показать. Поэтому уж не обессудьте. Но хотелось бы услышать ваше мнение все же. Это такой у нас первый вопрос, адресован от меня к вам, который, кстати говоря, тоже стал у нас традицией. И остался еще последний пункт в этом подкасте. Собственно, как вы понимаете, количество подписчиков в относительно скором времени перевалит отметку в одну тысячу. И с этой цифрой я хотел бы устроить что-то интересное и, по возможности, эпичное. Но, к сожалению, я не уверен в своих мыслях и поэтому хотел спросить у вас, а что бы вы хотели увидеть у меня на канале с этой знаменательной датой? Предлагайте свои варианты в комментариях. От меня же могут пока поступить лишь и такие предложения. Это небольшая сходка подписчиков в некоторой онлайн-игре или группе в рейд-кол, где мы бы смогли неплохо провести пару часов. Либо же, допустим, некое праздничное видео, в котором я о чем-то вам рассказал, возможно, отвечает на ваши каверзные вопросы или нечто в этом духе. Либо же некоторый конкурс с некоторыми призами, как бы это ни банально звучало. Ну и, конечно же, любой другой ваш вариант. Пишите в комментариях о ваших пожеланиях и мыслях, я буду безумно рад. Ну, а на этом я завершаю свой подкаст и прощаюсь с вами. Желаю удачи и пока.